Столичный писатель призывает губернатора читать. Мол, подавать пример подчиненным, что это не только модно, но и необходимо, чтобы оставаться культурным и образованным человеком, аргументирует Герман Садулаев. А в ответ губернатор удивляет литераторов, советом и декламацией произведения Лермонтова. В жизни каждого человека часто бывают случаи, когда надо принять решение. Так вот, не надо выдумывать ничего, не надо ничего взвешивать, надо прочитать изначально, я сказал, любимое произведение Лермонтова Беглец. Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, бежал он в страх из поля брани, где кровь чаркирская текла. Отец и два родные брата за честь и доблесть там легли, и подпитуются простаты, лежат их голову в пыли. Их кровь течет и просит мщение. Гарун забыл свой страх и стыд, он растерял полусражение, винтовку, шашку и бежит. А последние слова – это вывод. И в нем для громкий стих Корана бежит опять под сень тумана, как прежде бегал от меча. Больше ничего не надо. Почитай и сделай свой выбор. На встрече с губернатором писатели обсуждают литературное направление большого культурного проекта «Севастополь.сборки». Идею провести литературный фестиваль, озвученную Сергеем Шаргновым, Сергей Мнело дополнил предложением сделать одно культурное мероприятие с несколькими ответвлениями, чтобы художественный салон переходил в музыкальный, концерт – в творческую встречу. А центр всего действа – город-герой. Мы вот этот проект доведем до ума, и он запущен, и дальше будет продолжаться. Россия, конечно, с надеждой сегодня смотрит на Севастополь, потому что здесь, как нигде, необходима консолидация. И чувство патриотизма, которое здесь есть, еще раз повторю, вот оно настоящее, неподдельное. И мне кажется, что очень многим из разных городов, в том числе из Москвы, надо приезжать в Севастополь, чтобы здесь учиться настоящему патриотизму. Накануне писатели Шаргунов и Садулаев собрали почти полный зал театра Луначарского. Здесь они встретились со своими читателями. Творческий вечер – это не только декламации произведений, но и, главное, живое общение. В записочках писателям, признание в любви к авторам, вопросы о творческих планах, любимых местах отдыха и о будущем страны. Все губернские региональные города в России развиваются, не находятся в таком запущении, как это было вот здесь при Украине. Поэтому здесь тоже все будет хорошо и не хватает немножко глянца, глянца, глянец будет. Сохранение культуры и истории – это уже тема следующей встречи. И место проведения – сакральное. Музей-заповедник Херсонес Таврический. Кого, как не археологов, хранители вечных ценностей, понимают писатели, которые в поисках одной строчки порой тоже проводят гигантские раскопки архивов. Кто сейчас что читает? Такой вопрос звучит уже на журфаке филиала МГУ. Какой автор любимый? Новинки и произведения классиков Сергей Шергунов и Герман Садулаев обсуждают с севастопольскими студентами. Мастер-класс и наставление товарищам. Если талант дан, не зарывать. Пришел сюда очень интересно послушать писателей. Очень интересно, много чего рассказывают. Они хотят сделать в интернете, сделать в социальных сетях открытое общение. Мы с ними будем спокойно общаться в социальной сети, будем писать им письма, вопросы. Севастополь – точка сборки. Этот культурный проект, по задумке организаторов, должен объединить в городе героя творческую интеллигенцию всей страны. Анна Малышко, Андрей Тимчук, Дмитрий Воробяк и Карина Сыч. Информационный канал Севастополя.